Девчонки, привет! Давненько от меня не было бьюти тем, да? Самые прозорливые заметили, что в моем макияже что-то изменилось. Я даже не предполагала, что вообще можно что-то увидеть. Макияж Дарьи Чабановой как выглядит? Стрелки, губы обведенные карандашом, щечки, ресницы, брови. Сейчас-таки раскрою секрет, что же изменилось в моем макияже. Почему он вроде яркий, а вроде не яркий? Короче, мой любимый макияж, летний, легкий, подчеркивающий естественную уходящую молодость. Короче, подчеркивающий естественную красоту. Я сегодня записываю с кондиционером, потому что у меня лютая жара. Поэтому, если вам шумно, извиняюсь. А еще я сегодня впервые записываю на айфон. То есть, вот я смотрю сейчас вам в камеру, а так я могу смотреть еще заодно на себя. Это очень-очень удобно, потому что я всегда записывала на большую камеру. А сегодня что-то пошло не так. Скажите мне, как вам качество, хорошо? У меня нет крутой кожи, как у большинства артисток. Не знаю, где они ее берут, но моя кожа очень сложная. Поэтому я, в принципе, летом практически перестала краситься. Единственное, на выходы все равно нужно выглядеть поприличнее. Поэтому я для себя разработала вот такую схему, вот такой вот макияж. Он не может быть тяжелым. Именно по причине того, что кожа сложная и потому что лето. И потому что такой микс создаст еще большие проблемы. Что у меня с собой есть всегда? Я обожаю этот запах. Обожаю структуру. И вообще, как это освежать? Вот такой тоник Кадали. Это какой-то такой освежающий микс. Мисс. Эликсир, он придает свежести. То есть я его с собой беру и в самолет, и его на самом деле и на макияж прямо сверху. Можно наносить, так сказать, обновить немного свой образ лица. Ну и ладно, переходим к основному мейку. Мне, как человеку, активно ведущему инстаграм, разные бренды присылают свою продукцию на тестинг. И надеюсь, что я про нее расскажу вам. Про то, что мне не нравится, я не рассказываю. Чтобы мне что-то понравилось, это редкость. Но вот сегодня все будет исключительно потрясающей для меня. Мои открытия. Вот, например, этот увлажняющий крем от Bobbi Brown. Он... Я сломала крышку в первый же день открытия. Теперь не знаю, как бы, как его возить с собой. В чем фишка? В том, что он идет как увлажнение, но при этом с потрясным мерцающим эффектом. Я не знаю, будет видно на камере или нет. То есть он создает эффект такого более юного лица, увлажненного. Так, выйду из тени, покажу на солнце именно, как он работает. Дальше иду к корректировке своих проблемных мест, красных и синяков под глазами. Открыла для себя тоже из подарочных наборов от бренда Airborne. Такой CC-крем. Вот такой оттенок. А я вам всю дорогу показываю свои ногти позорные. Ладно, как то есть. Жизнь она такая. На свои пандовые синяки. И структура у него гораздо легче, чем у обычного тонального крема. Поэтому под глаза самое то. Не скажу, что он прям вот 100% перекрывает, но для дневного легкого макияжа отлично. И солнышко. И на все свои покраснения я использую вот этот потрясающий тональный крем. Просто моя новая любовь. Я его тоже попробовала благодаря рассылке. И скажу, что я его пойду куплю еще раз, и еще раз, и еще раз. Он супер легкий, при этом замазывает все. Вот такой вот Гобби Браун. Вот так он называется. Слушайте, но на айфон гораздо удобнее записывать. А еще у него очень приятный аромат. Я его использую как на все лицо, так и только на проблемные свои участки. В зависимости от задачи. Если это мероприятие какое-то вечернее, я тоже его использую. Но уже на все лицо. Дальше. В качестве румян я использую вот такой вот крем для лица. Крем с эффектом тинта на щеки. Темнее своего оттенка. Вот видите. Из-за чего получается эффект загара. И при этом это не тональный, а просто как увлажняющий крем. Клево, да? Эй! Я вам не рассказала про кисточки, которые использую. Вот такой вот маленькую. Для всех вот этих вот зон. Это от бренда NYX. Вот так она выглядит. Для лица. Очень удобная. Единственное, мне не нравится красный цвет. Я его не люблю. Но кисть сама по себе очень удобная. Эрболиан. Вот такая. Чиринь-чиринь. И сейчас я беру вот такую кисточку от бренда SHIK номер 17. У нее с одной стороны вот так, такая щеточка. А с другой стороны такая кисточка, которая прекрасно подходит для прорисовки стрелок и бровей. И я перехожу к бровям. Беру вот такую вот палетку для бровей от бренда Scalari. Использую оттенок блонд. Хотя я не блонд. В смысле русые волосы и брови темные это не оттенок блонд. Но почему-то именно в этой палетке мне эти цвета классно подходят для создания естественных бровей, а не черных нарисованных. И вот так хоп. Расчесала. Пригладила. И прорисовываю все пробелы. Или просто рисую форму, какая мне нравится. Ну, брови – самая сильная часть моего характера. Поэтому здесь как бы без трудностей я обхожусь. Потому что вот так вот повелось. Хотя здесь в этом наборе Scalari идет у них своя кисточка, я раньше ей пользовалась. И этой помадкой я сверху приглаживаю волосиночки. И следующим шагом я хочу нарисовать себе коричневые стрелки. За такую вот интересную подчеркнутость глаза отвечает именно коричневая подводка и коричневая тушь, которую я уже впоследствии буду использовать. Это бренд вот такой вот гелевой подводки Bobby Brown. И погнали. Опускаем, ставим на стол подводку так, потому что она очень быстро сохнущая. Как бы, чтобы она вам дольше прослужила. Вот так. Я это сделаю. Тушь коричневая, сухая. Мне кажется, у Scaloran очень быстро высыхает вся тушь. Серьезно? Румяна всегда освежает лицо. Всегда. Я люблю хайлайтер и пользуюсь таким, вот таким вот, очень-очень древним. Мне его подарили девочки из группы Серебро. О, в 2013 году. Как бы он не собирается заканчиваться. Вообще. И мне нравится вот сюда капельку такую ставить. А это по новым модным правилам. И моя еще одна любимая штука. Вот такое вот масло для губ от Herborian. Оно не как масло. Оно как увлажняющее масло получается. Кстати, я не знаю, у него странная консистенция. Может, он просто так называется, как масло. Но это как блеск для губ. Самый блестящий в моей жизни. И к нему ничего не липнет. Этот блеск я использовала для съемок нашего первого клипа. И там же Португалия, там же ветер на океане раздувает тебе волосы. Вот так вот. И к нему ничего не липло. Но как он блестит? Просто мега бомба. Так, доводим свой образ до идеала. Распускаем волосы. Здрасте. Или не распускаем. Как хотите вообще. Мне безумно нравится этот свой легкий летний макияж. Я с ним становлюсь. Молодой же. И красивее. Я, кстати, да, сидела на этих подушках. Вам все снимала. В общем, если вам понравилось, я, как всегда, жду большого пальца вверх и подписанчика на наш канал. Муа!